Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему «Есть ли у вас недоброжелатели?». Итак, первая, вторая, третья, четвертая позиции. Выбирайте свою и смотрите соответствующее видео. Итак, первая позиция – нет, здесь недоброжелателей у вас нет. В большинстве своем люди к вам относятся с симпатией. И вы знаете, вот есть люди, которые прям вот врезаются в память, оставляют какой-то глубокий след. У вас к таким людям относятся только ваше окружение. Точнее, к вам таким образом относятся только ваше ближайшее окружение. Все остальные воспринимают вас вот как приятную персону, не выделяя из какой-то такой общей массы. Нет, вы сами по себе очень доброжелательны, вы сами по себе очень позитивны, вы не акцентируете внимание на каких-то негативных и отрицательных вещах. Поэтому, собственно, тех, кто хотел бы как-то пожелать вам зла, либо относятся к вам не по-доброму, их нет. При этом люди предпочитают уважать ваши границы и, собственно, видят, что вы уважаете их границы. Итак, вторая позиция. Да, здесь, несомненно, да, есть недоброжелатели. Причем это люди, которые из-под тишка как-то все делают, из-под тишка за вашей спиной, за вами наблюдают. И в глаза они вам никогда не скажут своего искреннего отношения. Давайте посмотрим, кто это, что это все недоброжелатель. Внешне себя этот человек абсолютно никак не проявляет. Он ведет себя очень ровно, но в душе себя прям ненавидит. А все это от того, что, знаете, то ли жадность, то ли зависть. Этот человек, он постоянно присутствует в вашем окружении. Кто это? Вы знаете, причем завидовать могут на почве того, что вы либо удачно замужем, либо занимаете такое уверенное положение. Этот человек младше вас по возрасту, такое ощущение, что вот в сыновья или в дочери вам годится. А кто же это? Мужчина, женщина, я не пойму. Мужчина. Итак, третья позиция. Здесь недоброжелателей у вас нет. Причем нет их по той причине, что вы сами очень доброжелательны к окружающим. Вы добры, заботливы, вы стабильны, спокойны. Плюс, смотрите, есть женская фигура, это либо ваша мама, может быть, подруга, начальница, которая очень авторитетна и которая к вам благосклонна. И, соответственно, глядя на нее, люди тоже к вам очень хорошо относятся, да, то есть благодаря ее авторитету. Обычно, встречая вас, знакомясь с вами, люди с удовольствием хотят продолжать ваше общение, ваше взаимодействие, то есть вы к себе очень располагаете. Есть те, кто поначалу относится несколько настороженно по той причине, что, ой, какая она положительная, такое на самом деле бывает. Мы привыкли, что все вокруг лукавят, что все вокруг обманывают. Но продолжая ваше дальнейшее общение, да, люди понимают, что да, на самом деле девушка, женщина очень благоприятна и добра. Итак, четвертая позиция. Вы знаете, ну, в первую очередь нужно сказать, что вы счастливчик по жизни, и люди в вашу жизнь не приходят просто так, точно так же, как и вы в жизни тех людей, которые встречаются на вашем пути. Нет людей, которые относятся к вам равнодушно, и это отношение, оно очень положительно, в первую очередь потому, что вы, прям, знаете, вот играете какую-то важную, значимую роль. Кому-то вы идете помощником, кому-то вы идете учителем, кому-то вы идете такой, знаете, заботушкой-заботушкой, и вы действительно очень стабильные, заботливые, старательные. Люди вам доверяют, люди могут на вас положиться. Они чувствуют ваше положительное отношение и, соответственно, зеркалят то, что вы им транслируете. Вы любите, и, соответственно, вы любимы. Плюс нужно сказать, что здесь прям высшие силы вас оберегают, они посылают в ваше окружение только положительных персонажей.